Секреты войны Бесшумные невидимые убийцы В один момент они могут решить исход битвы Или уничтожить население целого города Среди опустевших зданий в самом воздухе витает смерть Создание химического оружия, такого как зарин Или природного вируса вроде оспы Требует немалых денежных затрат Но его так легко использовать Распыленное в воздухе Сброшенное вместе со снарядами или ракетами Оно становится оружием массового уничтожения Много веков назад Когда химическое оружие поразило своих первых жертв Оно было объявлено оружием трусов Мировое сообщество Неоднократно призывало Запретить химическое оружие Однако многие продолжают использовать Это смертельное и очень дорогое средство Старательно скрывая правду И отрицая факт его использования Война в Персидском заливе Подтверждает это наглядно В 95-м году правительство Ирака Призналось в распылении Батулинического антитоксина И вируса сибирской язвы Эти смертельные вирусы Распылялись повсеместно В строжайшей тайне Иракская программа Ведения биологической войны Тайна за семью печатями Основываясь на сведениях Полученных за последние несколько лет Разведслужбы делают вывод Что Ирак мог бы уничтожить Население Земли Еще как минимум 11 государств Включая Иран, Сирию и Северную Корею Подозреваются в хранении Химического оружия Насколько велики их запасы Узнать практически невозможно Микробиология Стремительно развивается Это обостряет проблему Ученые заявляют Что уже через несколько лет Они смогут совершить Один из величайших прорывов в истории Расшифровать человеческий геном Человечество получит Биохимический код К тысячам генов Отвечающих за физические Характеристики человека Можно сказать, что это знания Эти исследования Помогут развить технологии Которые позволят людям Стать более здоровыми Сильными И счастливыми Однако история показывает Что появление новых технологий Будь то авиация Или ядерное оружие Зачастую оборачивается Глобальным вредом для человечества В 70-е и 80-е годы 20 века Советские ученые Разрабатывая стратегию ведения Бактериологической войны Превращали вирусы В орудия войны Расшифровка генетического кода Человека Дает новые Устрашающие по силе Возможности Не исключено Появление вирусов Способных уничтожить Конкретную этническую группу Или целую расу Подобные возможности Ужасают Управление нашим Мышлением и развитием Дает гигантские возможности Не только в сфере уничтожения Но также в сфере порабощения Подчинения человека Очевидно, что подобные знания Могут привести К исчезновению нашего вида Уже тысячи лет Человечество Использует этот вид оружия Часто в колодец Из которого вражеская армия Брала воду Подбрасывали труп Чтобы отравить запасы воды К концу 19-го столетия На использование ядов В ходе военных действий Наложили табу Между вирусами И химическим оружием Не делали особых различий Использование обоих средств Порочило воинскую честь Табу на применение Биологического оружия Не нарушалось Вплоть до начала Первой мировой войны В 1914 году Немецкие войска Вторглись на территорию Бельгии и Франции Растянув фронт Более чем на 160 километров Первые шесть месяцев войны Привели к устрашающим потерям С обеих сторон Обе армии надеялись на победу В январе 1915 года Ученый-химик Фридс Хаббер Предложил начальнику Немецкого генштаба Фалкенхайну Использовать против вражеской армии Отравляющий газ Фалкенхайн Был против столь низкого решения Но ситуация была критической И он согласился на эксперимент На приграничных с Бельгией территориях Распылили более 700 тонн хлора Операцию провели бесшумно Под покровом ночи Хаббер лично следил За доставкой и установкой В траншеях 6000 металлических баллонов с газом Подготовка операции Проводилась строжайшей секретности Однако британская разведка Предупредила Францию Эта ситуация лишний раз доказывает Как опасно не думать о последствиях Дезертиры немецкой армии Пытались предупредить командование Союзных войск Предъявляя в качестве доказательства Выданные им защитные повязки Назывались также даты химической атаки Но никто не воспринял это всерьез 22 апреля 1915 года Войска 45-й алжирской дивизии И 87-й территориальной дивизии Увидели приближающееся к ним Желтое облако Окутанные туманом солдаты Хватались за горло И корчась падали на землю Однако в 1917 году Когда штаты все-таки вступили в войну Немцы начали новую химическую атаку Горчичным газом Этот едкий газ проникал через кожу жертв Ослеплял их Прожигая самые нежные кожные покровы тела Защитные маски Оказались почти бесполезны В этой западней химической войны Американцы потеряли 70 тысяч солдат Тем не менее К моменту капитуляции Германии В 1918 году Газовые атаки Скорее назывались просто изнуряющими Несмотря на многочисленные жертвы Применение газа Не явилось решающим фактором Победы в войне Однако теперь Газовые атаки Прочно ассоциировались С бойней на Восточном фронте В результате В 1925 году Главы 150 государств Подписали Женевский протокол Запрещающий использование Удушающих и отравляющих веществ За исключением актов возмездия Однако химическое оружие Продолжало производиться И накапливаться В обход договора Шли годы А разработки нового биологического оружия Почти не прервались В 1935 году Спустя десятилетия После подписания протокола О запрете на использование Химического оружия Италия решила Применить отравляющий газ Против слабой эфиопской армии Впервые в истории Химическое оружие Угрожало земле С воздуха В ВВС Италии Распылили горчичный газ Над эфиопскими войсками И мирными деревушками В своей красноречивой речи Перед Лигой наций Император эфиопии Хайли Саласия Умолял мировых лидеров Пресечь эти зверства Однако ответная реакция Лиги наций Была более чем прохладной Были сделаны отдельные заявления Осуждающие действия Италии Но серьезных мер Не приняли Все более реальной Становилась угроза Последующего мирового конфликта Огромную роль в котором Отводили химическому оружию Но в ходе Второй мировой войны Уинстон Черчилль Четко определил Стратегию союзников Он пообещал Что в случае применения Отравляющих веществ Против армии Или гражданского населения Ответ Британии Будет незамедлительным Гитлер Также был против Применения химического оружия Подобный отказ Гитлера Вызвал впоследствии Много толков Гитлер сам стал жертвой Отравляющего газа Во время Первой мировой войны Многие полагали Что его сдерживал Именно этот фактор Я в это не верю Он безжалостно Использовал химическое оружие Против еврейского народа Гитлер хранил свои планы В строжайшей тайне И первым шагом К их осуществлению Стал массовый террор в Польше Когда немцы Собрав еврейских мужчин Женщин и детей Расстреляли их В близлежащем лесу Однако последовали жалобы Что массовые расстрелы Снижают моральный дух солдат Это не принесло Желанных результатов Ведь люди общались Между собой Писали домой Была утечка информации Тогда Гитлер попытался Найти другой Более эффективный способ Убивать Газ для строящихся Лагерей смерти Перевозили в цисцернах Товарных поездов Чаще всего Использовался промышленный Пестицид Циклон-Б ССовцы Вели все переговоры С помощью Сверхсекретных Радиошифровок Одновременно с этим Британские криптографы Старались Расшифровать их код В 1941 году Перед запуском Первого лагеря смерти Британская разведка Уже знала планы нацистов В отношении евреев Об этом немедленно Доложили Уинстону Черчиллю Однако идея Массового уничтожения Целой нации Казалась ему Слишком нереальной К тому же Он думал лишь о том Как разгромить врага В 1944 году Сионисты Обратились в Генеральный штаб США С предложением Применять газовые атаки Против немцев До тех пор Пока они не прекратят Уничтожать Еврейское население В то время В то время Вторжение в Европу Союзной армии Было под вопросом И предложение Осталось без внимания Это правда В ходе Второй мировой войны Еврейская нация Подверглась геноциду И причины Вовсе не в военном конфликте И не в политических Убеждениях жертв Все эти мирные жители Мужчины Женщины Дети Оказались в концлагерях Из-за своего происхождения Я считаю действия фашистов Самым настоящим убийством К концу войны Германия решила применить Химическое оружие Против войск союзников Гитлеру Даже советовали Использовать Специально разработанный Поражающий нервную систему Газ Табун Лишь после полной Капитуляции Германии Командование союзников Заполучило этот Нервно-паралитический Газ нового поколения Всего один его миллиграмм Полностью разрушал Нервную систему Человека В июне 42-го года Рузвельту доложили Что японские солдаты Применяют Токсическое оружие Против Китая Но даже разведка США Не предполагала Насколько японцы Продвинулись в этом плане Создав Так называемый Отряд 731 История отряда 731 Началась в 30-х годах Когда японцы Захватили Маньчжурию И Северный Китай К 37-му году Японские захватчики Превратили эти территории В полностью контролируемые колонии Япония явно нацелилась На соседнюю Россию Для захвата страны советов Она намеревалась использовать Бактериологическое оружие Специально разработанное В китайских лабораториях В ходе секретных исследований В центре Пингфан В городе Харбин На границе с Россией Соблюдая секретность Японцы выдавали лабораторию В Пингфане За лесопилку Японцы проложили Железную дорогу Из Харбина К лагерю И ночью В опечатанных вагонах Туда доставлялись Новые жертвы Их никто не видел За этим тщательно следили Так что местные жители Ни о чем не подозревали План по разработке Нового бактериологического оружия Принадлежал микробиологу Широ Иси Как и многие японские военные Иси видел в пленниках Лишь трусов Не способных выиграть битву В процессе работы Иси действовал масштабно Используя помощь 20 тысяч ученых И вскоре Пингфан И около 12 других городов Превратились в лагеря смерти В концлагере Пингфан Японские ученые Экспериментировали Со множеством вредоносных вирусов От сибирской язвы И желтой лихорадки До туберкулеза Сыпного и брюшного тифа Чумы И холеры Ставя чудовищные опыты Ученые, как правило, не использовали анестезию Жертвы японских концлагерей Назывались Марутас Они были сырьем Все равно, что бревнами или досками И поскольку их не считали людьми То все эксперименты Расчленение тел Неважно, живых или мертвых Вакцинация ужасными вирусами Все это просто не поддавалось описанию И выходило за границы Какой-либо человечности И гуманности Под покровом секретности Широ Иси Проводил над китайцами Свои бесчеловечные эксперименты Как оказалось Результаты нужны были ему Для борьбы против тех же китайцев Это первый в истории случай Систематического использования Биологического оружия В военных целях Японцы тысячами Истребляли жителей Китая Используя, например, Инфицированных чумой блох Которые убивали Десятки тысяч людей После того, как в Тихом океане Развернулась война И американские гуманисты Узнали об этих зверствах Их крайне обеспокоило Использование подобного оружия Америка готовила вторжение В Японию Операцию под названием Даунфол Крушение Хотя военный секретарь Генри Стимсон Опасался, что будет Слишком много жертв Среди сторонников Химической войны Был генерал Джордж Маршал Он считал, что газовая атака Сильно поможет Союзным войскам Во время вторжения Споры длились Недолго Вскоре войне был положен Резкий и полный Драматизма Конец Неизвестно, как Относился к использованию Химического оружия Президент Трумэн Вскоре американские войска Узнали об исследованиях Исия И о его экспериментах Проводимых над людьми Американские исследователи Стремились заполучить данные Ужасающих исследований Исия Прежде чем к ним подберется СССР Генерал Дуглас МакАртур Пообещал японским ученым Защиту от судебного преследования В обмен на это Исии передал все документы Штатам Ни один японский ученый Не был осужден О зверствах Японии Не сообщалось в прессе Эта страница была вырвана Из книги «История» Соединенные Штаты Преследовали свои цели Используя полученные данные В собственных химических программах В исследованиях участвовали Многие американские ученые Это была возможность Ради которой они готовы были Попрать этику и мораль Возможность, ведущая к прогрессу Мне кажется, большинство Американских ученых Руководствовалось именно этим Поэтому им и были интересны Результаты экспериментов На живых людях Их интересовала эта информация Тогда Америка взялась За разработку собственного Биологического и химического оружия Правда, впоследствии Штатам пришлось Дорого за это заплатить Сразу по завершении Второй мировой войны Возможность ядерной атаки Стала почти реальностью Железный занавес Полностью изолировал Восток от Запада Штаты опасались Что Советский Союз Накапливает арсенал Баллистических ракет Вот почему военные США Резко ускорили Разработки биологического оружия Первым центром Производства оборонного Химического оружия Стала база Детрик Штат Мэриленд Именно здесь В 1947 году Был совершен прорыв В области усовершенствования Системы авиараспылителей Позволяющих сбрасывать Вирусы С борта летящего самолета С воздуха В 50-е и 60-е годы Военные провели ряд экспериментов Позволяющих распылять вирусы На огромные расстояния Эти эксперименты проводили В более чем 250 населенных пунктах Включая Сан-Франциско, Сент-Луис И Миннеаполис Сегодня эксперты признают Что эти опыты ставились На ничего не подозревающих людях К концу 60-х Штаты накопили Достаточно мощный запас Биологического оружия Однако война во Вьетнаме Привела к растущему недовольству В американском Сенате Вьетконговская армия Вымытала американских солдат И Пентагон отдал приказ Об использовании гербицидов И слезоточивого газа В 1969 году Над Вьетнамом Распылили более 6 миллионов химикатов Американские военные Утверждали, что их гербициды Несмертельны для человека Хотя в больших дозах Они приводят к летальному исходу Тогда ООН Приняла резолюцию Запрещающую Использование гербицидов И слезоточивого газа Некоторые члены Конгресса Настаивали на сокращении Финансирования Бактериологических программ Президент Никсон Созвал группу ученых Чтобы обсудить планы США Ученые обратили внимание Президента На главные аспекты Химической войны Химическое оружие Было недорогим И не требовало Высоких технологий производства Кроме того Использование этого оружия В качестве средства Массового уничтожения Позволяло держать в напряжении Любую страну Третьего мира Надо признать Что продолжая заниматься Этими разработками Мы как бы узакониваем их Программа по наращиванию Запасов оборонного Химического оружия Подтверждает его эффективность Президент Никсон В 1969 году Отреагировал быстро И недвусмысленно Соединенные Штаты Америки Отказываются От использования Любой формы Биологического оружия Приводящего К недееспособности Или летальному Исходу человека Вслед за этим решением Последовал Международный договор Запрещающий Не только применение Химического оружия Но и его производства Мировое сообщество Наконец-то решилось Искоренить возможность Бактериологических войн Однако За спиной США Советский Союз Продолжал Игнорировать Соглашение О биологическом Оружии Русские Русские Приняли решение Продолжать Разработки И эксперименты Повсеместно Возникали новые Исследовательские центры СССР СССР Исследов Над которым Трудились Более 60 Тысяч Ученых Но западная Разведка Не могла предположить Что бомбы И межконтинентальные Ракеты В любую минуту Готовы разнести По всей Америке Вирусы Оспы Чумы Или Сибирской язвы В 79-м году Около 70 человек Живших неподалеку От военной базы В окрестностях Свердловска Беспричинно Скончались Разве это не подтверждает Тайную деятельность СССР Тогда я работал На ЦРУ Некоторое время Я вплотную занимался Этой проблемой И могу Лично подтвердить Что людей Погубил Вирус Сибирской язвы Однако Советский Союз Объяснил это Поставками Исполченного мяса После инцидента В Свердловске В отдаленных степях Центральной Азии Была создана Новая гигантская база Степногорск И когда В 80-м году В Москву Прибыла группа Западных инспекторов Начальник Степногорского Комплекса Кен Алибек Должен был Утаить От них правду Мы делали Все возможное Чтобы убедить Инспекторов Что здесь Не ведутся Разработки Химического оружия И чтобы скрыть Истинное назначение Нашего комплекса Мы сочинили Ряд Правдоподобных Историй По словам Доктора Алибека Советский Союз Был убежден В том Что США Также наращивают Бактериологический Потенциал Однако После посещения В 91-м году Аналогичного Комплекса В штате Арканзас Алибек Понял Что это Была Всего лишь Советская Пропаганда Было ясно Что уже много лет Этот комплекс Заброшен Все оборудование Прожавело И пришло В негодность США Давно Прекратили Эту программу Убедившись В этом Я подал В отставку Кен Алибек Уехал В США В 92-м году В том же году По указу Бориса Ельцина Все программы По наращиванию Бактериологического Потенциала Были свернуты Однако Наблюдатели Вроде Кена Алибека В это не верят Они опасаются Что русские ученые Продолжают Исследовать Биологическое оружие В частности Биорегуляторы Биорегуляторы Это вещества Способные Управлять Сердечными Ритмами Потребностью Сна Сменой Настроения Но самое страшное В том Что русские Могут Использовать Результаты Секретных Разработок Не только В своей стране Но и продать Их другим Странам Таким Как Ирак Которые Только и ждут Возможности Создать Свой Бактериологический Арсенал В 70-м году Эту бедную страну Обладающую Нетронутыми Запасами нефти Возглавил Саддам Хусейн Уверенный в том Что пришло время Возвысить Арабский мир И изгнать Из него Колониальное Присутствие Запада И еврейского Народа Саддам Начал Превращение Ирака В арабскую Супердержаву Он заключал Секретные сделки Закупал Танки Истребители И баллистические Ракеты В европейских Странах Но после Хусейну Пришлось Отложить Свой план В 80-м году Разгорелся Конфликт Между Ираком И соседним Ираном Войска Ирана Предприняли Массированные Атаки Иран Обладал Многотысячной Хорошо вооруженной Армией Ираку Потребовалось Оружие Из всех Средств Именно Химическое Оружие Было Самым Недорогим В изготовлении Химического Оружия Массового Уничтожения Садаму Помог Опыт Западной Германии На территории Ирака Немцы Построили Заводы Таким Образом Ирак Получил Возможность Производить Химическое Оружие Внутри Страны На протяжении Войны Между Ираком И Ираном Страны Запада И США Поддерживали Саддама В борьбе Против Айталы Хамени И его Исламской Революции В Иране В конце 70-х Иранцы Захватили В заложники 50 граждан США В Штатах Это восприняли Очень болезненно Иракцы Терпели Очевидное Поражение И когда В 83-м Году Саддам Начал Использовать Химическое Оружие Соединенные Штаты Америки И другие Страны Так И не решили Стоит ли Препятствовать Ираку Иран-Иракский Конфликт Обострился И когда В 80-м Году Иран Успешно Атаковал Один из Курдских Городов Саддам Немедленно Отреагировал Убежденный В том Что курды Оказывают Поддержку Ирану Он Приговорил К смерти Населения Целого Небольшого Городка Был применен Смертельный Нервно-паралитический Газ Хуссен заявил Что пресек Таким образом Заговор Это говорит Только об одном Женевский Протокол Грубо И открыто Нарушили Причем Совершенно Безнаказанно Никто Не принял Никаких Мер Другие Страны Могут Поступить Точно Так же Из Немецких Источников Разведка Также Узнала Что Ирак Возможно Разрабатывает Такие Вирусы Как Сибирская Язва Но Эти данные Не были Подтверждены Зато Подтверждение Пришло С началом Войны В Персидском Заливе В 91 Году Когда Американские Солдаты Подверглись Химическим Атакам Проиграв Войну В заливе Саддам Хусейн Будучи Побежденным Согласился Прививить Все ядерное И бактериологическое Оружие И уничтожить Его США Учредили Специальную Комиссию ООН Чтобы Проследить За Исполнением Этих Обязательств Более того На период Работы Комиссии Ираку Запрещалось Продавать Нефть Из-за Этих Санкций Ирак Потерял До 150 Миллиардов Долларов Получаемых С нефтепродаж Разработки Секретного Оружия Были Очень Важны Для Саддама За счет Этого Оружия Он Надеялся Выжить Без него Он бы Погиб В 1995 ООН Удалось Добиться Успехов В расследовании Действий Ирака Задержа Взятие Саддама Генерала Камаля Допросив Его Инспекторы Узнали О тайнике Где Хранились Документы Подтверждающие Создание Ираком Биологического Оружия В документах Указывался Городок Аль-Хакам Где Производились Смертоносные Вирусы Прочие Комплексы Были Уничтожены Ирак Заявил Что в этом Здании Производили Клеточный Белок Но Когда Инспекторы Прибыли Туда Они Обнаружили Совершенно Пустое Здание Все оборудование Было Вывезено И чтобы Уничтожить Любые Улики Все Полы Были Вновь Забетонированы Теперь Власти Ирака Были Вынуждены Признать Что Во время Войны В заливе Такие Вирусы Как Сибирская Язва Или Яд Бутулин Распылялись С воздуха Позже Выяснилось Что Иракская Химическая Программа Достигла Таких Масштабов Что Количество Вирусов Хватило Бы На Уничтожение Всего Мира И Хотя Саддам Хусейн Обещал Рассказать Правду О Производстве Оружия Массового Поражения В Ираке Многое Неясно До сих Пор Военные Эксперты Опасаются Что Ирак И сейчас Обладает Огромным Запасом Готового Химического Оружия Несмотря на это Продажи Иракской Нефти Возобновились В 98 Году Инспекторы ООН Были Высланы Из Ирака И пока Мировое Сообщество Пыталось Выяснить Насколько Ирак Опасен Некоторые Страны Снабжали Саддам Хусейна Вооружением В 90-х Годах Тайная Японская Организация Под названием Аумсиникё Заговорила Об уничтожении Газом Всего Человечества Но поскольку Японские Спецслужбы Не относились К этим Угрозам Серьёз Строгих Мер Принято Не было Мартовским Утром 95-го Года В Токио Последователи Культа Пронесли В метро Нервно-прилитический Газ Зарин В считанные Минуты Были отравлены Сотни Людей 12 из них Скончались В некоторой степени Они достигли Своей цели Привлекли Внимание Общественности Каждое сообщение Об очередном теракте Лишний раз Напоминает о том Что любой из нас Может стать Жертвой По мнению Разведчика И бывшего Начальника ЦРУ Джеймса Улси Проблема Биологического Терроризма Видится Куда более Серьёзной Чем те же Проблемы Холодной войны Представьте Что 45 лет Вы бились С драконом И в тот момент Когда он был Наконец повержен Вы попали В джунгли Кишащие Ядовитыми Змеями Змеи не менее Опасны Но истребить Их Гораздо Сложнее В отличие От обычных Террористов Совершающих Акты Насилия Открыто Биологические Террористы Заинтересованы В том Чтобы держать Свои злодеяния В тайне Задумав Подорвать Экономику Какой-либо Страны Биопреступники Не станут Придавать Свои действия Огласке Они будут Осуществлять Контроль Над нужными Им процессами И чем дольше Действия преступников Останутся Тайнными Тем им лучше Для достижения Целей Им необходима Секретность Спецслужбы Стараются Контролировать И пресекать Деятельность Террористов Однако Развитие Технологии Затрудняет Процесс Все больше Людей Во всем Мире Использует Интернет Как источник Общения В этом Есть и плюсы И минусы И все Только Начинается Впервые Мы столкнулись С такой Ситуацией Когда террористы Экстремисты И прочие А социальные личности Активно Внедряют Свои идеи В массы И вкладывают В это Огромные Средства Буквально Семь дней В неделю 24 Часа В сутки Общество Обеспокоено Угрозой Химической Атаки Но как Этой угрозе Противостоять? В 90-х годах В армии США Прошла Повсеместная Вакцинация Против Сибирской Язвы И было Выделено 300 миллионов Долларов На разработку Вакцин Против Других Вирусов Включая Оспу По всей Стране Проводились Боевые Учения Как действовать В случае Химической Атаки В 99-м году Пентагон Попросил У президента Клинтона Разрешение Назначить Главнокомандующего Обороны Континентальной Части США От Главнокомандующего Требовалось Быть готовым Направить Многотысячный Персонал Скорой Помощи На пораженные Территории Однако Многие Как ни странно Видят Опасность Именно В активных попытках Противостоять Биологическому Террору Они отмечают Что за последние 50 лет Не было Ни одного Достоверно Подтвержденного Случа Использования Химического Оружия Зато В исследованиях Данной области Задействованы Огромные Людские И денежные Ресурсы Не исключено Что своим Преувеличенным Стремлением Обезопаситься Штаты Только привлекают Внимание Террористов И пока Одни Высказываются За Разработку Новых Вакцин И контроля Над здоровьем Населения Другие Не видят В этом Смысла Слишком Много Живых Организмов Могут Быть Превращены В оружие И Слишком Многим Требуется Вакцинация Те Кто Уже Сейчас Осознает Сколь Опасно Развитие Биотехнологии Считают Необходимым Создание Соглашения О контроле Над ней Пока Не стало Поздно С Каждым Годом Террористы Достигают Все Больших Успехов В Производстве Биологического Оружия Обычное Оружие Способно Убить Или Ранить Но Оно Не способно Превратить Человека В монстра Теперь Мы Обретаем Знания И Можем Научиться Тому Как Изменить Сознание Человека Исказить Его Личность Сделать Полностью Управляемым Единая Экономическая Система И Быстрая Связь Стали Характеристиками Современного Мира Который Теперь Столкнулся И с общими Экологическими Трудностями И тот Факт Что Биологические Разработки Могут Попасть В плохие Руки Составляет Нас Думать О безопасности До тех пор Пока Биотехнология Может быть Использована Как орудие Войны Всему Человеческому Роду Угрожает Опасность Целый Век Тайных Разработок И обмана Сделал Своё Печальное Дело Биологические Войны Перестали Быть Угрозой Для Отдельных Стран И Народов В последнее Время Учёные Достигли Больших Успехов В изучении Человеческого Гена Это даёт Огромные Преимущества Всему Миру Главное Помнить Об ответственности Возможно 21 век Даст нам Необходимые Знания Об успешной Защите От смертельного И невероятно Мощного Биологического И химического Оружия Продюсер Дебора Блоум Композитор Рамон Балькасар Фильм Переведён И озвучен Отделом Дублирования Телерадиокомпании Петербург Пятый канал Рамон Балькасар Рамон Балькасар Рамон Балькасар Рамон Балькасар Рамон Балькасар Рамон Балькасар